Здравствуйте! С вами можно поговорить? Добрый день, меня зовут Дамир Патахов. Я министр по делам молодежи Республики Катарстан. Я пришел к вам, чтобы спросить у вас, какой вопрос у вас, с чем вы вышли. Чтобы освободить политзаключенные. Вот смотрите, у меня нет никаких сомнений, что вы вышли с благими намерениями, с желанием высказать свою гражданскую позицию. Она вызывает уважение. Я хотел бы вас просто еще раз проинформировать о том, что есть разные формы диалога. Вы это прекрасно понимаете. Я во всяком случае в это верю. Вот сегодня здесь, к сожалению, несанкционированный, незаконный митинг, как минимум потому, что организаторы не удосужились ни первый, ни второй раз даже подать заявку. Мы не против для того, чтобы говорить, разговаривать, быть в диалоге. Я на встрече с молодыми людьми в министерстве буквально на днях, все, кто ко мне в социальную сеть обратились, я со всеми встретился. И мы с ними обсуждали о том, что есть разные формы для разговора, есть разные формы для диалога, в том числе в Татарстане. Но если нет даже заявки на то, чтобы на проведение митинга, и он сегодня незаконный не потому, что власть против, а потому что организаторы даже не подали эту заявку. Но ведь мирные шествия не разрешены, если мы ходим мирно, ничего не разрешают. Смотрите, вы думаете, голос народу может быть как бы... Неужели он должен подавать заявление и разбираться со всеми гражданами? Но есть же... Вы тоже говорите о законе всегда. Да, да, да. И есть законные процедуры, когда митинг должен быть в соответствии с определенными нормами под и назад. Я очень внимательно ее читал, и это не значит, что он незаконный. Я говорю о том, что есть дальше процедура, вы должны согласовать ее с исполнительным комитетом города Казань. И тогда в законном формате проводить любые формы, так скажем, митинга. Говорить о том, чем вы хотите, выступать. Но на сегодняшний день почему организаторы ни первый, ни второй раз даже не высказали, не подали заявку? Почему? Потому что их посадят. Подождите, за что? За то, что они заявки вводят? Как работают правоохранительные органы? Вот вам с ними надо работать. Вот я с молодыми людьми в первую очередь. Вы же говорите с нами. Да, 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 да. А я в том числе и делаю. Нет, нет, я только к тому, что почему ни первый, ни второй раз нет законной, как оно положено, подачи заявки на этот месяц. Не давал никто. Никто не давал. Сколько я помню, в 2018 году мы в Митинге тогда только подавали заявку. Но зачем мы сейчас говорим про 18? Зачем мы сейчас говорим про 18? Я же сейчас, вот я здесь. Я пришел для того, чтобы... Подождите, выпадайте для того, чтобы потом рассуждать, кто согласует. Я и на встрече с молодыми людьми у себя в Министерстве, да, кто был на прошлом митинге, и сейчас говорю о том, что выпадайте официальную, законную форму заявку. Я готов после этого все вместе сделать так, чтобы все законные форматы были соблюдены. Высказывайте свою точку зрения, говорите, дискуйте, только делайте это в законном формате. И все. И мы, еще раз говорю, я больше чем уверен, что есть разные формы для диалога, для того, чтобы вас услышать. Я здесь для того, чтобы вас услышать. И мы слышим. Главное, чтобы это все было не на незаконном, не на санкционированном митинге, а было в рамках, опять же, закона, о котором вы говорили. Неужели санкционерные митинги помогают в решении... Что значит? А какие еще есть? Мы же должны... Просто мы все знаем прекрасно про те же самые заблочения Алексея Навального, и что-то это никак не помогает в плане 100 миллиардов долларов, в рубре подошли, чтобы не помочь. Но это же не значит, что нужно выходить на несанкционированный митинг. Ну, слушай, а что это значит? Подождите. Я еще раз говорю, что делать? Деньги не зима. Деньги не зима.